История создания знаков для географической карты очень интересна. Рассматривая даже очень старые карты, мы можем многое понять. Ведь придумывая условные знаки, путешественники стремились сделать их простыми, понятными и напоминающими объекты, которые они обозначают. Условные знаки – это символы, обозначающие на планах и картах различные объекты. Древние картографы стремились передать с помощью знаков индивидуальные особенности объектов. Города изображали в виде стен и башен, леса – рисунками разных пород деревьев, а вместо названий городов наносили маленькие знамена с изображением гербов или портретов правителей. Цвет – важное свойство условных знаков. Каким цветом обозначают на плане местности озера, реки и болота? Какие объекты переданы зеленым цветом? Рассмотрим, как могут быть изображены на карте различные дороги. Грунтовые шоссе, лесные тропы или железные дороги. Найдите отличия в обозначениях зданий и населенных пунктов – село, город, школа, домик лесника. Планы и топографические карты имеют единую систему условных знаков. В основе этой системы лежат следующие положения. Каждому графическому знаку всегда соответствует определенный объект или явление. Каждый условный знак имеет свой четкий рисунок. На картах и на планах, которые имеют разный, но близкий масштаб, условные знаки одних и тех же объектов отличаются, как правило, только размерами. В рисунках условных знаков используются приемы и средства, обеспечивающие воспроизведение профиля или внешнего вида соответствующих объектов на земной поверхности, способствующие установлению ассоциативной связи знака и объекта. В настоящее время картографы используют очень разнообразные условные знаки. Они зависят от степени подробности, охвата территории и содержания картографического изображения. Знаки планов и карт крупного масштаба делают похожими на изображаемые объекты. Дома, например, обозначают прямоугольниками. Лес закрашивают зеленым цветом. По планам можно узнать, из какого материала сделан мост, из каких пород деревьев состоит лес и получить много других сведений. Значения условных знаков показаны в легенде. Легенда – это изображение всех условных знаков, которые использованы на данном плане или карте с объяснением их значений. Легенда помогает читать план и карту, то есть понимать их содержание. С помощью условных знаков и легенды можно представить и описать объекты местности, узнать их форму, размеры, некоторые свойства, определить географическое положение. По назначению свойствам условные знаки планов и карт подразделяют на три вида – линейные, площадные и точечные. Линейные знаки изображают дороги, трубопроводы, линии электропередачи, границы. Эти знаки, как правило, преувеличивают ширину объекта, но точно указывают его протяженность. Площадные или масштабные знаки служат для изображения объектов, размеры которых можно выразить в масштабе данной карты или плана. Это, например, озеро, участок леса, сад, поле. По плану или карте с помощью масштаба можно определить их длину, ширину, площадь. Площадные знаки, как правило, состоят из контура и заполняющих контур знаков или цветовой окраски. Всеводные объекты – пресные озера, болота, моря на любых планах и картах – имеют голубой цвет. Зелёным цветом на планах и картах крупного масштаба обозначают территории с растительным покровом – леса, кустарники, сады. Точечные или внемасштабные знаки – это точки или особые значки рисунки. Они отображают небольшие объекты – колодцы, водонапорные башни, отдельно стоящие деревья на планах, населённые пункты, месторождения полезных ископаемых на картах. Из-за маленького размера такие объекты выразить в масштабе невозможно, поэтому определить их размеры по картографическому изображению нельзя. Многие объекты, которые на картах обозначены значками, на планах отображают площадными условными знаками. Это, например, города, вулканы, месторождения полезных ископаемых. На планах и картах много собственных географических названий, пояснительных подписей и цифровых обозначений. Они дают дополнительную количественную оценку длина и ширина моста, глубина водоёма, высота холма или качественную характеристику объектов – температура, солёность вод. Масштаб карты показывает, во сколько раз изображение на ней уменьшено по сравнению с реальными размерами на местности. По масштабам карты делятся на три группы – крупномасштабные, среднемасштабные, мелкомасштабные. Карты с масштабом 1 к 100 тысячам и более называются крупномасштабными. Карты с масштабом от 1 к 200 тысячам до 1 к миллиону называются среднемасштабными. Карты с масштабом 1 к миллиону и мельче – мелкомасштабными картами. Крупномасштабные карты называются топографическими, среднемасштабные – обзорно-топографическими, мелкомасштабные – обзорными картами. Топографические карты изображаются в масштабах 1 к 100 тысячам, 1 к 50 тысячам, 1 к 25 тысячам, 1 к 10 тысячам. Чертежи с более крупным масштабом называют планом. Масштабы планов бывают 1 к 5 тысячам, 1 к 2 тысячам, 1 к 1000 и более. Планы и крупномасштабные топографические карты составляются в результате непосредственных измерений поверхности Земли. Обзорно-топографические и обзорные карты составляются на основе крупномасштабных карт. Обзорные карты предназначены для обобщающих исследований географических особенностей больших территорий земной поверхности, областей, государств, материков, всего мира. Существует три способа записи масштаба – численный, именованный и линейный. Численный масштаб записывают в виде дроби, в числителе которой стоит единица, а в знаменателе – степень уменьшения проекции. Например, масштаб 1 к 5000 показывает, что 1 сантиметр на плане соответствует 5000 сантиметров или иначе 50 метрам на местности. Именованный масштаб показывает, какое расстояние на местности соответствует 1 сантиметру на плане. Линейный масштаб – это графический масштаб в виде масштабной линейки, разделенной на равные части. Он показан в виде вспомогательной мерной шкалы, наносимой на картах для удобства измерения расстояния циркулем мерной лентой. Линейный масштаб обычно не заменяет численный или именованный, а приводится наряду с ними. Для того, чтобы перевести численный масштаб в именованный, нужно убрать две последние цифры. Получатся метры. Например, масштаб 1 к 1000 означает, что 1 сантиметр на карте соответствует 10 метрам на местности. Чтобы перевести масштаб в километры, нужно убрать пять цифр. Например, масштаб 1 к 250 тысячам означает, что 1 сантиметру на карте соответствует 2,5 километра на местности.